Спасибо большое за интересный доклад. Мне понравилось сравнение, что в неживой природе нет машин. Здесь вот я подумал, а все-таки на Солнце идет углеродный цикл. На Солнце идет углеродный цикл, когда 12-й углерод превращается... Да нет, но я еще тысячу назову. Я сказал, циклы могут быть, это не машина. Они не совершают полезной работы. Они преобразуют... Это преобразователи. Они преобразуют вещество или энергию. Но они не совершают полезной работы. Некому. В итоге получается, гелий. Это полезная работа. Кому? Как кому? Всему химическому уровню. Тогда вы знаете что? Тогда, значит, обожествляете химический уровень. И для него есть польза. Ну что же мы будем прочитать со слабцем? Надо читать журнал «Биофизика». А вот замечательно. И последнюю вот эту таблицу вот... Можно распечатать и уркомитет его раздать присутствующим каком? Все, что бы было. Вот эту? Вот эту, да. Она публикована в трех местах. Да, расскажи. В журнале «Биофизика», в «Вестнике Московского университета» коллеги. Происходит замечательная вещь. Журнал «Биофизика», главный журнал, не читается. «Вестник Московского университета» не читается. Это в известиях Академии наук тоже напечатано. Тоже не читается. Я рад, что мне удалось вам это рассказать. А вот такой пример. Значит, река, значит, это самое, наравне и миандрирует. В зависимости от того, то есть, извините. В зависимости от того, как она это будет делать, извините, она просто будет существовать. Чем сильнее миандрирует, тем дольше существует. Образуется колено, потом пробивается. Опять колено, опять пробивается. Если она не будет это делать, завеление, обмеление и конец реки. То есть, вы говорите, что такая вот изменчивость – это свойство природных, развивающихся систем, чтобы были устойчивыми. Соглашусь? Так это разве не… Это не хиральность? Нет, я не про хиральность. Я про коэффициент полезного действия. Если польза – это время существования реки, то… Кому польза? Реке. 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 Она существует. Вот и все. Давайте так. Она исчезнет. Машины называют… Ну, коллеги, я не хочу, чтобы это была лекция студентов. Вон мои студенты. Машины называются устройства, способные преобразовывать форму энергии с совершением полезной работы в циклическом режиме. С использованием выделенных степеней свободы, которые успевают за время цикла не обмениваться полезной энергией с тепловыми степенями свободы. А, так вот это определение нужно было написать. А, нет. Вот в седьмом классе для этого не нужно было учиться. Там этого точно нету. Даже в советской школе. Для этого нужно было быть физиком. Я вот и логически говорю. Я хочу сказать, что физик тоже… Можете сказать, если быть вашим больмадом, а в финансе аморфизме и минералов. Вы знаете, что это? Изумительная вещь. Ну, я мало знаю, но просто я хочу сказать, это изумительная вещь. Потому что вот очень много работы и мыслей было насчет полиморфизма кристаллов, связанных с домохиральностями в нашей системе. Я думаю, что все это может иметь отношение, потому что мы настолько неотрывны, вот и даже следуя тому же Вернадскому, ну, как в общих представлениях, настолько неотрывны мы, как начальная биосфера от кристаллов физики, вот то есть. Да, это связано, а каким образом, я не знаю. Конечно, могут быть каталитические, слабые каталитические процессы, связанные с ориентацией, заведомо были. И на люмосиликатах, и на этих, на кварцах и так далее. Это все заведомо было. Но я специально ушел от темы гомохиральности исходной. Потому что это… ну, свара будет, а я не хочу. Я хочу, чтобы в чистом виде было… Зачем нужна гомохиральность? Гомохиральность нужна для того, чтобы могли возникнуть стратифицированные уровни первичных, вторичных, критичных и четвертичных структур молекулярной биологии. Эта сеть симметрии покрывает всю молекулярную биологию. Веточка первого порядка вправо закручена, то второго уже влево. И наоборот. Можно это? Я вам передам этот вопрос. Умница какой, я не знаю. Я сказал, что я только занялся наукой. Аминь.